Всем привет! С вами Ян Матвеев и передача «Военное положение». Сегодня обсудим битву за Бахмут и первое серьезное испытание Патриота в Киеве. Расскажу о потерях сторон и поставках истребителей F-16. Конечно же поговорим о ситуации в нашей стране, а также о Пригожине, конечно. Ну куда же без него, в последнее время прям совсем никуда. Мы сейчас покажем важные кадры недели, а вы пока можете поставить лайк. Начинаем! Давайте сразу откроем карту и посмотрим, что сейчас происходит в Бахмуте. Вот, пожалуйста, город у меня за спиной. Давайте посмотрим. Значит, черта городская, она проходит примерно вот где-то так. Вот эти кварталы захватывает, ну и сюда дальше. И мы видим, что с востока, с севера, с юга город уже захвачен. Кроме того, давайте я возьму другой цвет. Кроме того, вот эти вот кварталы уже, по сути, захвачены вагнеровцами. Об этом сообщают несколько российских источников. И они наступают вот сюда, в то место, где еще остается украинское сопротивление. То есть вот здесь, вот в этом месте раньше стоял монумент истребителя МиГ-17. То есть, по сути, вот этот небольшой участок только остается под контролем украинских войск. А вот, например, кадры, как Бахмут изменился буквально за год. Это спутниковые снимки. Вот мы видим, что, ну, цветущий такой мирный город был, по сути, превращен в руины атакующими вагнеровцами. Большая часть домов уничтожена. То, что не уничтожено, было повреждено и теперь непригодно, конечно, для жизни. Мы помним, что Пригожин постоянно рассказывал, как им не хватает боеприпасов, но при этом постоянно появлялись вот такие кадры, где город обстреливают, все дома разрушаются. И вообще тактика вагнеровцев в Бахмуте была очень простая. Они, все те здания, все те районы, где находились украинские защитники города, они их обстреливали, все разрушали, чтобы затем, соответственно, заходить туда и захватывать развалины, которые остались. Вот одно из видео с украинскими военными, возможно, снятые вот ближайшие дни из Бахмута как раз. И, судя по всему, сейчас войска ВСУ эвакуировались и из этого района, и, видимо, эвакуируются уже и отсюда, потому что держаться именно в этих домах, небольшом таком районе, довольно сложно. Ну и, по сути, можно уже говорить, что Бахмут захвачен вагнеровцами, захвачен российскими войсками, и всякие пропагандисты вагнеровские уже снимают там спокойно видео, уже даже днем ничего не боясь. Насколько тяжело здесь перемещаться, даже сейчас, при таком плотном артиллерийском и минометном огне ВСУ, я уже не говорю про то, как тут было тяжело перемещаться во время штурмов. Но битва за Бахмут идет не только в городе, но и на флангах, на линии фронта протяженностью 25-30 километров. Давайте посмотрим вот от этого района до примерно вот этого района, даже, наверное, вот отсюда нарисую, чтобы было видно. Смотрите, за всю неделю были контратаки в районе Клещеевки, они такие, наверное, самые-самые серьезные. Вот эта вся территория, вот этот весь выступ, он сейчас находится под украинскими атаками. Были контратаки в сторону Берховки и с этой стороны тоже, где Орехова-Васильевка. И вот здесь вот, здесь находится знаменитое село Сака-Иванцетти, в котором никто, по сути, не живет. И оно было раньше захвачено вагнеровцами, и они так пафосно о нем рассказывали. А теперь Пригожин нервно записывал нервные видео, в которых говорил, что вот, российская армия, не отдавайте село Сака-Иванцетти. Почему, давайте я объясню. Смотрите, сейчас возьму другой цвет, чтобы понятнее было. Российские войска, которые заняли позиции вагнеровцев, они удерживают Солидар, удерживают Берховку, вот здесь позиции удерживают, Клещеевку удерживают. А сами вагнеровцы находятся вот здесь, в Бахмуте. Давайте я так закрашу. Вот здесь. И чего боится Пригожин? Боится он того, что если российские войска на флангах побегут, то в теории украинцы смогут прорвать вот здесь вот. И им нужно дойти, по сути, вот до вот этих вот двух перекрестков, вот эту дорогу отрезать. И надо понимать, что вот даже вот эти расстояния, они не такие большие. Тут где-то там 10-15 километров. То есть, в теории, если прорыв пойдет хорошо и быстро, то это можно за один день буквально закрыть. И таким образом вагнеровцы могут не успеть выйти из Бахмута и оказаться в таком довольно серьезном окружении. Сейчас, правда, нет каких-то таких массированных ударов в СУ. Все атаки приводят пока к плотным столкновениям пехоты на близкой дистанции, вот как на этом видео. Окончательное завершение битвы за Бахмут опасно для Пригожина. Его явно пытаются слить свои же, а он все такой же дерзкий. Вот только пока его вагнеровцы штурмовали город, он был необходим. А дальше уже не особо нужен. Думаю, поэтому и появляются вбросы вроде вот такого. На этой неделе кто-то рассказал журналистам Вашингон-Пост такую идею, будто Пригожин пытался договориться с главой украинской разведки Будановым о вот таких условиях. Он предоставляет Буданову данных о слабых местах на фронте российской армии, а ВСУ выводят войска из Бахмута. Ну понятно, что все все отрицают, ну и вообще слух такой мало похожий на правду. Но надо не забывать два момента. Во-первых, контакты у Пригожина с украинской стороной точно были, ведь они обменивали пленных, вагнеровцы и украинские войска. А во-вторых, правда все это или нет, будут оценивать не военные аналитики, а счастливый дедушка в Кремле. И есть ненулевая вероятность, что дедушка сочтет своего бывшего повара предателем. Тем более, что врагов у Пригожина в Кремле достаточно, они тоже что-нибудь обязательно нашепчут Путину. Но это все понятно из разряда интриг и сплетен. Давайте вернемся к реальным боевым действиям. Российские войска применяют новую тактику обстрелов украинских городов. Теперь они не запускают все дроны и ракеты одновременно в одной атаке, но мы видим, что каждую ночь Киев, другие города и регионы, например, Одессу, Кривой Рог, другие, атакуют двумя десятками шахедов и крылатых ракет. Но, похоже, украинское ПВО справляется с этими атаками, сбивая почти все, что летит. В том числе кинжалы. Ночью с понедельника на вторник российская авиация выпустила до шести гиперзвуковых ракет-кинжал по Киеву. Запускались и простые крылатые ракеты, все, чтобы раскрыть позиции ЗРК «Патриот» и попытаться его уничтожить. Оборона города сработала отлично, сгорели только несколько машин, поврежденных обломками, а всех усилий российских ракет хватило, чтобы повредить одну пусковую установку «Патриота». Российская пропаганда рассказывала, что уничтожена целая батарея американской ПВО. Но это, конечно, чепуха. Вот посмотрите на картинку. Даже такая довольно мощная ракета, как кинжал с полтонной взрывчатки, при попадании может уничтожить только один из блоков комплекса «Патриот». Пусковую установку, радар, управляющую станцию, может быть, машину с батареями. Потому что они все стоят в разных местах, именно для того, чтобы нельзя было поразить одним ударом. Вот и на этот раз была повреждена именно пусковая, причем не сильно. Отремонтировали, прямо в Киеве даже не увозили. Еще одно важное событие произошло в Крыму. Там подорвали железную дорогу. Сошел с рельсов состав с зерном. 8 вагонов были повреждены. Сами рельсы к вечеру уже восстановили. Но диверсия привела к задержке военных поставок. Все произошло вот здесь, неподалеку от Симферополя. Понятно, вот смотрите на карте. Понятно, что сейчас такие диверсии не имеют какого-то большого практического значения. Но, во-первых, это сигнал для всех, что российская армия и силовики не контролируют оккупированный Крым так хорошо, как им бы, наверное, хотелось. А, во-вторых, это значит, что диверсанты могут и повторить такие подрывы. Но уже в более важный критический момент, когда по железной дороге пойдет состав с подкреплением, например, с техникой. Еще одна диверсия произошла в барбершопе оккупированного Луганска. Но тут как раз вряд ли виновны украинские диверсанты. Кто-то пытался подорвать главу МВД, так называемый ЛНР, Игоря Корнета. При взрыве, кроме него, пострадали еще несколько человек. Сам Корнет известен борьбой за власть на оккупированной территории. Он, по сути, главный местный силовик. Вероятно, все это продолжение разборок между местными бандитами, называющими себя чиновниками. Корнет не погиб, но был тяжело ранен. И сейчас его отвезли в Москву на лечение. Бахмутская мясорубка продолжает истощать обе армии. За прошедшую неделю стали известны имена еще 600 погибших российских солдат. Всего же известно о 23 286 погибших. Из них более 4000 были бывшими заключенными, подписавшими контракт с ЧВК Вагнером. Битва за Бахмут еще полноценно не закончена, но она уже стала самым кровавым сражением этой войны. По словам министра обороны Украины, российская армия потеряла в боях за город около 70 тысяч солдат убитыми и ранеными. Чтобы восполнить потери, российские военкоматы усиленно вербуют контрактников. За этот год планировалось набрать около 400 тысяч новых солдат. По словам Медведева, с начала года получилось нанять 117 тысяч человек. То есть до плана пока заметно не дотягивают. А значит нужно ожидать новых фокусов по заманиванию людей на службу. Другая острая проблема российской армии – нехватка техники. За 451 день войны российская армия потеряла 1965 танков и 3538 бронированных машин, в том числе БМП, БМД, БТР, МТЛБ и другие. Уничтожены или захвачены 607 артиллерийских орудий САУ, а также 202 реактивных системы залпового огня. Сбиты 82 самолета и 87 вертолетов. В прошлую субботу над Брянской областью сбили по итогу два самолета – это Су-34 и Су-35, и два вертолета Ми-8. Известно уже о 10 погибших членах экипажа этих бортов, но одного пилота до сих пор не могут найти. Самолет упал рядом с болотом, потому что... Администрация Стародубского района даже размещала просьбу о помощи лодками и болотными сапогами среди местных жителей. Это уже о многом говорит. Видимо, у армии и спасателей нет своих лодок. Все отправилось на войну. А мы продолжаем показывать новинки российской военной техники. Вот, например, шасси танка Т-54 с установленной автоматической зенитной пушкой С-60. 57-мм орудия применяют для поддержки пехоты обе стороны. Обычно их устанавливают на грузовики, но в ход уже пошли вот и танки. Пока был замечен только один такой образец, но шасси старых танков на базах хранения много, так что не удивимся, если будут и новые такие франкенштейны. Нагрузки на военную технику идут колоссальные, поэтому бывают и вот такие разрывы стволов. Ну вот, как у этой Саум-Стайес. В принципе, это не должно быть критично и лечится простой заменой ствола. Но если, конечно, есть такой запасной ствол. И если российская армия остается надеяться только на поставки, собственно, российских заводов, то наемники могут себе позволить закупаться и за границей. Стало известно, что Китай поставляет боевые шлемы для ЧВК Вагнера. Financial Times выяснил, что шлемы закупались еще для военных операций в Африке. Но китайский производитель продолжил продавать их Пригожину и после начала полномасштабного вторжения в Украину. Всего поставили минимум 20 тысяч шлемов. В украинской армии к 20 мая уничтожены 500 танков и 1121 бронированная машина. Потеряны 273 артиллерийские установки и 45 систем залпового огня. Подтверждены потери 66 самолетов и 29 вертолетов. С сухопутной техникой все понятно. Идут поставки танков, броневиков. Комплексы ПВО уже стоят на боевом дежурстве. Сбивают почти все цели, летящие по Украине. Настало время отправок самолетов. Как ожидалось, это будут американские F-16. Обучение украинских пилотов начнется в Европе в течение нескольких недель. Пока США не планируют передавать свои самолеты, но уже высказали согласие на их передачу другими странами. Пока же над этим вопросом совместно работают Великобритания, Нидерланды, Бельгия и Дания. К летней кампании самолеты точно не успеют поставить и обучить пилотов. Эта перспектива скорее на позднюю-позднюю осень и даже зиму. И конечно от результатов летнего контрнаступления будет зависеть количество поставленных самолетов. И безусловно это должно приблизить войну к окончанию. Без этого будут продолжать гибнуть мирные жители. Всего по данным ООН в Украине уже погибли 6 860 мирных жителей. Еще больше 12 тысяч были ранены. На этой неделе Песков назвал очередную цель так называемой спецоперации. В этот раз версия такая. Война нужна для того, чтобы российские территории не обстреливали. Но тут явные проблемы с причинно-следственными связями. Ведь не было бы никаких обстрелов и взрывов, если бы Путин не развязал войну. И пока он ее ведет, российские регионы продолжат атаковать беспилотники и постоянно что-то будет взрываться. Вот только несколько примеров за эту неделю. В Белгородской области обстреляли хутор Нижней Мельницы. Это всего в двух километрах от границы с Украиной. Обстреляли зажигательными снарядами из установки ГРАД. В Брянской области сбили украинский дрон, который при падении повредил жилой дом. В Курской области, в поселке Глушково, беспилотник сбросил взрывное устройство, какие-то боеприпасы на здание пограничной службы ФСБ. С ранениями госпитализировали пять человек. И все в том же поселке Глушково пару дней назад ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс. Пострадали два человека. Ну, то, что сбросили ВСУ, заявляет, естественно, российская сторона на 100% мы не знаем. Предприятия уже начали выделять деньги на защиту от беспилотников. Например, Пензенский горводоканал потратил на защиту от дронов 11 миллионов рублей и потратит еще 16. А российский университет Мирея за 5 миллионов рублей закупил радар-детектор для отслеживания беспилотников в образовательных целях. На базе этого вуза военных обучают работе как раз с дронами. Людей продолжают всеми силами затаскивать на войну. Но вот в Карелии на заводах берегут сотрудников и выписали всем бронь от мобилизации. Это очень раздосадовало местного военкома. Давайте послушаем. Когда бронируют дворника, грузчика, полотера, уборщика помещений, я еще ни одного раза не предпринимал такой способ, как аннулировать все. Но если я дальше это буду видеть, я аннулирую вот эти все вещи, сразу говорю. Как будто дворники и уборщики это не люди и их профессия не нужна. Видимо, по мнению военкома их работа вот не так важна, а не какой-то расходный материал для него. Вот только дворником в путинской России быть намного почетнее, чем солдатам и идти совершать военные преступления. А вот студентам обещают целый академический отпуск, чтобы можно было потом вернуться с войны и восстановиться на учебе. Другой вопрос, будет ли кому возвращаться. Хотя вот Маргарита Симоняна посеяние насчет смерти мужчин на войне не испытывает. Говорит, что от ковида два года назад смертность была и то выше. Так что хватит курить бамбук, это цитата. Пора ехать подвиги совершать. Вместо того, чтобы где-нибудь в сельском поселении, что называется, курить бамбук, где нет работы, где нет возможности себя показать, пойти туда и вернуться героем. Да, конечно, это сопряжено с риском для жизни. Но с риском для жизни сопряжена жизнь. Да, безусловно, риск для жизни на войне выше. С одной стороны. С другой стороны, ну если посмотреть просто смертность, у нас в прошлом году тяжелых боев смертность значительно ниже, чем у нас была смертность позапрошлом году ковида. Интересно, а почему же ее муж в таком случае не стремится на войну? Ведь он распинается, какая молодежь плохая, потому что в Украину ехать не хочет, воевать. А депутаты Госдумы вообще предлагают отправить на войну даже собак, чтобы те помогали искать раненых и участвовали в разминировании. У нас в стране очень много кинологов, которые могут обучить собак всяким разным навыкам. И рассматривали ли вы такой вариант, когда крупных таких агрессивных собак кинологи обучили бы и направили в зону специальной военной операции. Пусть помогает вытаскивать раненых, в разминировании участвует, и как показывает опыт Великой Отечественной войны, они могут участвовать и в других делах. Все еще не решен вопрос с отсрочкой для многодетных отцов. Непонятно даже, кто вообще по закону считается многодетным. Женщины регулярно записывают обращения Путину, потому что их мужей мобилизуют. Например, в Татарстане мобилизованного отца пятерых детей не хотят возвращать домой. У него трое своих детей, двое приемных. Поскольку не все пятеро детей его родные, его посчитали годным для мобилизации. Хотя он отец их всех. Его жена регулярно пишет обращения в прокуратуру и в военкомат, но, естественно, безрезультатно. Даже отца восьмерых детей из Морел не хотят отпускать с войны. Его мобилизовали еще в сентябре, а уже через две недели он оказался на фронте. Когда он пришел в отпуск в январе, они с женой расписались и он официально установил отцовство над детьми. Но теперь он все равно не может уйти со службы, потому что военкоматы командир части просто не могут договориться, кто должен уволить мужчину. Моего мужа не увольняют, не демобилизуют, не дают ему отсрочки от военной службы. Куда бы мы ни обращались в нашу республику, нам приходит отказ. Аргументируют это тем, что на момент призыва он не указал ни детей, ни жену. Мы на тот момент проживали с ним в гражданском браке, законно расписаны не были. И то, что якобы он пошел добровольно, хотя это не так. А потом удивляются, откуда в России проблемы с демографией. Это я не к красному словцу, это буквально вот заявление недавно было, откуда же такие проблемы. И задается вопросом, как же повысить им рождаемость. Как минимум не отправлять, наверное, мужчин на убой. Ну а детей к войне готовят, естественно, с молоду, так сказать. Вот во Владимирской школе проводят день призывника. И говорят школьникам, что когда их отправят на срочную службу, надо сразу подписывать контракт. Ну вот, чтобы побыстрее, видимо, погибнуть. А в Кемеровской области открывают детский военно-патриотический лагерь Кузбасс. Может быть, вы читали в Сирене материал о том, как в таких лагерях обращаются с детьми. Если нет, обязательно почитайте, это интересно, хотя и довольно жутко. Детей готовят на войну, а вот такой бравый вояка держится от фронта подальше. Хотя пишет в Телеграме, что танк Т-72, на котором он прокатился, самый сильный, удобный как Майбах. И уничтожит все Абрамсы, и вообще еще немножко-немножко, и начнется наступление прям до Киева. Ну вот интересно, кто-то сказал Кадырову, что российская армия уже потеряла не меньше тысячи шестидесяти девяти танков Т-72. Вот таких, на котором он катается. Бахмут захвачен. Да, ВСУ еще держат под контролем небольшой участок окраины, но будем объективны. Сейчас вагнеровцы контролируют весь город. Однако битва за Бахмут продолжается. Успехи украинских войск на флангах не позволяют российским частям продолжить наступление вглубь украинской территории. Я думаю, в ближайшее время мы увидим здесь такое плотное противостояние, взаимные атаки с динамическим равновесием на линии фронта, в котором главную роль с российской стороны все так же будут играть вагнеровцы. 20 мая 2023 года, 20.05.20.23, сегодня по полудню в 12 часов полностью был взят Бахмут. Как и несколько раз до этого, я снова возвращаюсь к теме контрнаступления ВСУ, которая все пока не начинается. Сложно сказать, почему именно. Видимо, не все подразделения готовы или есть какой-то отдельный план. Но сомневаться будет оно или нет, не приходится. Ведь поставленную технику, все эти Леопарды, Брэдли, Страйкеры и другую, ее на фронте-то не видно пока. Значит, они где-то в резерве, который, видимо, и будет атаковать. А что ему еще делать? А подготовительные удары перед наступлением уже ведутся. Вчера атаковали объекты в окрестностях Мариуполя. Судя по всему, один из командных бункеров ракетами Storm Shadow. А вот на этих кадрах, посмотрите, тренировка украинских военных. Вот, видите, как похоже на те самые цепи российских окопов, всяких траншей, которые готовят. И обратите внимание, что взрывным способом проложили путь, и дальше ровно по нему поедут машины. Вот, смотрите, видите, прям по взорванному. Все четко, грамотно, быстро, как раз, чтобы преодолевать минные поля и заграждения. Я думаю, что подобные тренировки и наличие нужной техники позволят ВСУ относительно успешно и быстро прорывать ту самую плотную линию окопов и траншей на Запорожском фронте, про которую так много пишут. Важное событие этой недели – решение по истребителям F-16. Пока все только начинается, но когда пилоты будут обучены, а самолеты поставлены, это станет самым весомым качественным усилением ВСУ с начала полномасштабного вторжения. Даже более мощным, чем поставки Хаймарсов. Речь вряд ли идет о нескольких самолетах, ради этого делать программу обучения как-то расточительно. Скорее всего, и будет десятка-два и больше, ну, в первой волне. Так, чтобы они могли действовать в составе подразделения. Вместе с F-16 украинские ВВС получат самые современные ракеты и бомбы, в числе которых ракеты воздух-воздух АИМ-120 с дальностью больше 100 километров, противорадиолокационные АГМ-88, а также крылатая ракета АГМ-158 с дальностью от 370 километров, ну и, конечно, высокоточные бомбы джидам. Что касается сроков, то если верить последним откровениям источников, на обучение летчиков потребуется 4 месяца всего. Ну, достаточно оптимистично. Я предлагаю прибавить к этому еще парочку месяцев. Так получится, что первые самолеты F-16 прилетят в Украину где-то в декабре 23-го или в январе 24-го. Если раньше, то это будет, конечно, невероятным успехом. Но в любом случае свой главный вклад F-16 сделают уже в 24-м году. К тому моменту война, конечно, не закончится, и авиация будет остро необходима для поддержки наступлений ВСУ. Что же касается нашей страны, то все по-прежнему. Пропаганда всеми силами пытается найти желающих умереть за Путина, а тех, кто выступает против этого, ждут репрессии. Мы видим штрафы и за недоносительство, и за любые фразы против войны. Сегодня вообще составили протокол на владельцу машины с наклейкой «Шойгу, сука, где снаряды?». Ну, кстати, конфликт пригоженной Минобороны привлекает очень много внимания, и это хорошо. Пусть побольше грызутся между собой. Да, Бахмут, похоже, захватили. Ну, или захватят окончательно в ближайший день-два. Но все это время, много месяцев подряд, российская группировка больше нигде ничего не смогла. Пытались атаковать Угледар, понесли огромные потери. Марьинка, Авдеевка сопротивляются. Фронт стабилен. Инициативы у российской армии нет. А сейчас уже лето. Удобное время для активных действий. Посмотрим, что будет дальше. Оставайтесь с нами. Этот выпуск вместе со мной готовил Владлен Лось. Вся наша команда. Всем большое спасибо. Если вы считаете, что получилось полезно, поставьте лайк, поделитесь видео в соцсетях. А еще подписывайтесь на наш патреон. У военного положения уже 8 персональных патронов. Это очень круто. Не все, правда, попадают на экран, потому что не все соглашаются выводить свои ники. Но все, тем не менее. Всем огромное спасибо за поддержку. Присоединяйтесь. Завтра не забудьте посмотреть передачу «Самая важная» с Иваном Ждановым. Она теперь выходит на отдельном канале. А я прощаюсь с вами. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok